Турецкая больница Сегодня в Измире прошло совещание специальной российской турецкой группы по туризму. Турецкая сторона обязалась расследовать произошедшее и ужесточить контроль за торговлей алкоголем на своих курортах. Также стало известно, что арестован владелец турецкой компании, которая организовала прогулку на яхте. Это, пожалуй, самый громкий за последние годы случай отравления россиян на отдыхе. Но далеко не единственный, не далее, чем 19 мая в Хургаде от пищевого отравления скончалась жительница Брянска. В марте 2010-го в Гуат некачественного алкоголя умерла российская туристка. Но следует признать, гораздо чаще туристы страдают в дорожно-транспортных происшествиях. С нами в студии муж погибшей в Турции Мария Шаляпина и Дмитрий Пахомов. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы выражаем вам, во-первых, соболезнования. Спасибо, что, несмотря на горе ваше, вы пришли к нам в студию. Как сейчас обстоят дела? Расскажите нам. С вами связываются представители консульства российского, представители властей. Объясняют, что происходит и как будут развиваться события дальше. Да, со мной связываются, поддерживают связь господин Масеев, представитель Ростуризма, значит, господин Давиденко, представитель общественной палаты, который, собственно, в сегодняшней комиссии принимал участие в том числе. И постоянно передают свежую информацию. Подготавливают мою супругу на данный момент времени, сколько я знаю, уже к перевозке в Россию. Вы интересуетесь ходом расследования и сообщают ли вам эту информацию? С ходом расследования, конечно, хочется интересоваться, но в данный момент времени пока никакой информации, к сожалению, нет. Ну, по крайней мере, представители общественной палаты и со слов консульства в Турции обещают, что какая-то информация будет возможна через неделю, уже официально, от турецких властей. Но вы же можете подать в суд, например, на компанию, которая устраивала этот тур яхтенный, на производителя, в конце концов, алкоголя? Объяснили, что вообще произошло. Это что, подмешали? То есть это неизвестно пока ничего? Ну, официальных комментариев пока, к сожалению, никаких нет. Только то, что случилось и все. Идет ли речь о какой-то компенсации? Опять же, опять никаких официальных заявлений нет, но представители общественной палаты, по крайней мере, обещают с этим делом разобраться, помочь разобраться непосредственно в Турции. Сегодня мне передали эту информацию и обещают то, что будут помогать, содействовать всячески для того, чтобы какие-то были в этом отношении компенсации. Это был все-таки тур, организованный для работников индустрии, мы правильно понимаем? Да, тур организован для работников индустрии, для людей, которые работают в турагентствах обычных. То есть Мария работала в туристическом агентстве? Да, в турагентстве. И им показывали возможные места, куда они повезут туристы. Им показывали тот товар, который, допустим, они могут продать от данного оператора. Собственно, для того, чтобы они знали его изнутри, ну и сама для себя, соответственно, она должна знать то, что она продает. Какие курорты, какие отели и так далее. Часто такие туры были? Ну, раз в год точно были. Ну, а Мария вообще когда-нибудь сталкивалась с такими уже неприятными ситуациями, понятно, что не такая трагичная, но вообще что-то. Нет. Работая в этой индустрии. Она же обсуждала с вами, да? Да, естественно, все рабочие моменты, все какие-то проблемные моменты, все это, естественно, неизвестно. Но подобного, по крайней мере, с ее туристами, которые ездили с ее агентства и на предыдущей работе, и в других мест работы более старых, поскольку она давно уже довольно-таки работает в этой сфере, ничего подобного не было. Хотя, насколько мне известно, подобные случаи были и в том году, и в этом. Просто это общее место, что и в Турции, и в Египте во многих отелях под видом дорогого алкоголя продают или подают, как это часто бывает, когда все включено, алкоголь местный, дешевый и вообще сомнительного качества. Ну, вы прекрасно же понимаете, что одно дело не качественный алкоголь, а другое дело не алкоголь вовсе. А другое дело от рала просто. Это яд, это чистый водный яд. Он не пахнет, ни цвета, ни запаха не имеет, понимаете? Это омывайка, такой же яд, чистый. — Вам предлагали полететь туда сейчас? — Ну, сейчас нет необходимости, поскольку мы надеемся, что в ближайшие дни будет все-таки репатриация осуществлена, и надеемся на это. Вообще, предлагали со мной, практически сразу же связался представитель Ростуризма, господин Масеев. И, собственно, он уже ввел меня в курс дела полностью, предлагал всяческое содействие. И если есть необходимость, ну, просто необходимости, когда уже нет, просто мы и родственники, и я в том числе, просто ждем. Родственники? — Потому что уже ничего изменить нельзя. — Это родители Марии? — Да, родители. У нас много родственников, семья большая. Родители, браты. — Дмитрий, мы искренне вам сочувствуем. — Еще раз, да, выражаем соболезнование. Спасибо, что пришли к нам. Это был Дмитрий Пахомов.